друзья приветствую вас на своем youtube канале love parfum с вами алексей вы смотрите парфюмерный блог и сегодня у нас на обзоре монстр 2021 года savage elixir встречайте под бурные аплодисменты друзья новый флагман новый запуск новый аромат перед началом видео конечно же друзья не забывайте подписываться на мой youtube канал с и вдруг по каким-то причинам и подписаны и конечно же спейте в колокол чтобы не пропускать мои новые видео но я хочу выразить огромную благодарность магазину ильдоботе за предоставленный мне аромат для обзора именно там вы можете познакомиться этим ароматом если вам понравится конечно же его купить ну а мы погнали давайте вообще вспомним что было на рынке парфюмерии и саважей 2015 год и на рынок парфюмерии вываливается первый аромат savage все в шоке одним нравится другим нет по сей день обсуждают по сей день хейтит один из самых обсуждаемых ароматов на рынке парфюмерии друзья 2018 год выходит savage новый концентрации уже парфюмерная вода 1 был в туалетке 2 выходит парфюмерки 2019 год выходит на рынок парфюмерии духе и саваж самый такой громкий самый мощный самый шлейфовый самый богатый роскошный аромат и еще был там у них в эрин кул спрей получается это 4 фланкер ну либо 5 если в счет взять в эрику спрей в реку спрей такая влегченная версия на эти все друзья ароматы у меня есть обзоры на моем youtube-канале плейлист christian dior посмотрите и есть еще battle christian dior savage против блюда шины потому что их часто очень сравнивают поэтому переходим ищем и смотрим здесь у нас концентрация тоже духи но добавление еще название эликсир то есть по сути это те же духи но еще должны быть более устойчивые но на мой взгляд вот это честно не так потому что и сей и сели некий саваж мне очень нравится духи сразу бегать вперед скажу вам что духи они сидят близко кожи но зато это близко кожа 5-6 часов а парфюмерка и туалетка она быстро улетучивается буквально за четыре часа но зато от нее космический шлейф то есть вы идете и прямо вот так вот шлейф такой длинный куда бы ни зашли можно узнать что на вас саваж с духами такого не произойдет с эликсиром тоже он конечно очень получился насыщенный богатый роскошный аромат концентрированный действительно пряный он для меня получился очень знаете такой смоленистый и он сидит очень близко кожи вот я нанес его и не чувствую шлейфа если я нанесу парфюмер парфюмерного туалет или табу чли и этот аромат он все-таки больше похож на духе нежели на парфюмерную или на туалетную воду и он похож слегка вообще гранями то есть если бы мне этот аромат дали вслепую сказали в алексей что это аромат я бы даже не подумал что это вообще саваж потому что саваж это здесь вообще на дальних рядах здесь смолы здесь дерево здесь пряности здесь какие-то вот такие специи в общем вот я послушал аромат и влюбился в него с первых нот мне этот аромат честно напомнил есть аромат прекрасный очень усердно танца девушка на шпильках там тоже такие красивые смолы сладкие то этот аромат он тоже про смолы про специи слегка сладковатый ничего отталкивающее то есть чувствуется дороговизна компонентов что здесь нет каких-то такого сильно химии какой-то дает хочется верить конечно что здесь больше натуральных компонентов чем химических может быть так и есть просто парфюмеры не всегда говорят сколько они там положат синтетики а сколько натуральных но он приближен к натуральному я думаю всем тем кто любит такие смоленистый аромат он обозначен понравится всем тем кто любит линейку саваж он от вам отлично тоже понравится единственно конечно минус эта стойкость потому что друзья ну я думал это реально будет какая-то бомба это будет просто самые стойкие ароматы я уже наконец-то запишу топ самых стойких ароматов но нанес на кожу день два три ну четыре пять часов то есть вот прям вот так как он сейчас звучит на блатере там или на коже вот именно вот такое звучание 45 часов держится то есть он сначала получается такой смоленистый потом немножко переходит в древесный оттенок какой-то такой дым костерок получается дерево и потом спустя вот эти четыре пять часов вы можете услышать легкий такой флёр на коже как будто бы вот пришли с ночного клуба там вот на курина дым выпускали вот этот режим кто-то там танцевал прям легкий легкий флёр даже он у меня на утро был этот флёр но вы считаете что он поэтому такой стойки или что да он какой-то ставил за собой след но он не оставил вот это вот следы как он начале которые ну звучание которого первый час до первые два часа что даже такой кожаном есть в общем друзья аромат красивый рекомендую познакомиться прям думаю оцените прям понравится моя оценка 10 из 10 однозначно я в принципе ну как бы только единство что расстроился по стойкости а так целом аромата красивый совершенно немножко другой совершенно немножко другое звучание это радует необычный фланкер да как какие вот ну бывает других брендов что по сути ничем особо не отличается этот же аромат хочу вам сказать он конечно же отличается друзья я думаю что он понравится всем я не буду делить его по возрастам потому что savage такой аромат которым пользуется и школьник и дед уже в возрасте поэтому и этот аромат верно будет примерно такой же и по поводу погоды дата я думаю осень сейчас самое отличное время для этого аромата это осень и это конечно же зима это вечер летом ну не знаю посмотрим нужен на лице это подходит концу на лето я бы наверное аромат не порекомендовал ну надо поносить посмотреть вот какая-то животина здесь присутствует все таки это тоже классно кожи животина дерево после вот этих смол смол истекают и приходят животные но то ну в принципе savage кто не помнит а то я напомню переводится как дикий лицом аромата по-прежнему остался популярный известный джонни депп есть даже дополнительная реклама дополненной съемки с франсуа димаши потому что франсуа димаши это парфюмер дома christian dior и собственно вся линейка принадлежит ему он перебрал этот аромат что-то добавил что-то убрал и получился эликсир название конечно громко ходят слухи что он очень стойкий многие из вас это говорят но а многие же говорят уже обратно что он не стойкий поэтому пишите в комментариях насколько по вашему мнению аромат стойкий насколько держится на вашей коже на вашей одежде на одежде кстати держится ну двое суток но не более того кто-то говорит прям после стирки ну не знаю честно друзьям и по-прежнему короче остается у меня любимчик духи и теперь еще появился любимчик алексей возможно себе чуть позже я его приобрету давайте конечно же затронем ноты что же там такого в нотах и вверх у нас открывает мускатный орех с шалфеем и с кардамоном в середине вы можете услышать цитрусы но я почему-то их не слышу это грейпфрут также моя любимая нота лаванда ну лаванда где-то вдалеке прослушиваются и в базе друзья это лакричник это амбра это пачули и это ветивер то есть состав такой достаточно красивый ноты красивые лакричник скорее всего да придает ему такую пряность сладкость смоленистость красивый аромат в общем друзья рекомендую послушать ну что друзья огромное спасибо что посмотрите видео от начала и до конца не забывайте подписываться на мой youtube канал с и по каким-то причинам на него еще не подписаны конечно же бить в колокол писать в комментариях как вам аромат саваж эликсир как вам в целом линейка саважи какой из саважей ваш любимый саваж друзья друзья ну конечно же с аромата можете познакомиться в ваших любимых магазинах ильдобатей сифора спасибо им за предоставленный аромат для обзора помните друзья что аромат это путешествие времени всем пока и до встречи на моем канале друзья давайте посмотрим на дизайн аромата флакончик очень удобный компактный всего 60 миллилитров пока что это один объем и стоит он как сотка духов со скидкой 7000 с копейками без скидки он стоит 11000 с копеечками у так вот у него днище глубокая лейбл christian dior внизу лейбл christian dior на крышке крышка остается по-прежнему на магните внутри крышки по-прежнему сидит муха и на полиза три тоже лейбл christian dior у меня в руке тестер savage elixir christian dior динаме цветов чая и на сварь Субтитры сделал DimaTorzok